здравствуйте дорогие друзья на связи дмитрий николаев и я вас как всегда приветствую на своем канале на ютюбе и сегодня мы с вами еще одну версию рассмотрим виджета от белорусских разработчиков ранее мы с вами и рассматривали вот ссылочка на этот обзор но по истечению некоторого времени то у нас он работал кто переставал работать то вновь возобновлялась работа вышла после него еще одна версия этого же виджета немного видоизмененная но сейчас вышла совсем свежая версия буфлу 3 вот так называется этот виджет ну и как я вчера попробовал ну более стабильная чем предыдущие меня на телевизор сейчас установлены все три версии этого виджета так как ну по моему мнению один из самых лучших виджетов потому как во первых естественно он бесплатный во вторых в нем присутствует и собраны все самые наши основные и любимые кинотеатры и плейлисты также как и тиви каналы айпи тиви для всех тех кто первый раз смотрит мои ролики я хочу сказать одно что у вас должна установлена быть четная запись develop и для установки с компьютера виджетов у вас должен быть установлен какой-нибудь сервер я в основном в своих уроках в своих обзорах использую сервер сами виджет и чтобы не повторяться и в каждом ролике не создавать учетную запись develop и показывать как устанавливать сами виджет на свой компьютер как его связывать с телевизором я вот вылаживаю ссылочку пожалуйста если вы первый раз смотрите если вы этого ничего не делали нажимайте на эту ссылочку вы сразу перейдете к обучающим уроку создавайте учетную запись develop устанавливайте сами виджет на свой компьютер все ссылочки на виджет buffalo 3 я выложу в описании под этим видеороликом как принципе и на предыдущие две версии этого виджета от белорусских разработчиков я вам советую установить все три и смотреть какая из них лучше идет так переходим к новому обзору от виджете buffalo 3 от белорусских разработчиков так я перешел к своему телевизору сразу естественно я захожу в свою учетную запись develop вот этот новый виджет не так новый как в новой таком исполнении вот он у меня первый вот он у меня второй они похожи между собой и вот он этот третий эл мод был ну давайте я сразу сейчас покажу различия между ними это больше скажем визуально и так я запускаю первый виджет где уже новогоднее приветствие есть после чего нам как и предыдущих тех двух сказано что нажать на вход далее нажать на пульте на tools далее нажать на пульте на c и далее нажать на вот кнопка между стрелками и перезагрузить виджет нажимаем на вход нажимаем на tools нажимаем на c и нажимаем на вот перезагружаем виджет, то есть полностью выхожу в Smart TV. Вышли Smart TV, заходим в него и опять входим. И после этого у нас уже больше не появляется такое окно, и мы сразу переходим к кинотеатрам. Ну давайте вот с первого немножко пройдемся. Здесь сразу показано сколько сейчас на сайте человек 169. Ну давайте перейдем в раздел онлайн. Тут также присутствует поиск, но вот с такой клавиатурой не очень такой удобной. Далее раздел фильмы. Ну и далее все разбито по категориям. Тут такие необычные категории, которые немножко отличаются от других категорий. То есть веселые, страшные, динамичные для души наши, зарубежные. Открывается нормально и быстро. И вот тут также выбирается качество, где отсюда можно и добавить в избранное. Этот фильм нажав на клавишу B на пульте, выбирать в какой раздел мы хотим добавить этот фильм. И вот пошло уведомление, что фильм добавлен в избранное, в раздел фильмы. Так, давайте возвращаться назад. И вот тут смотрим, сколько тут всего получается 10 разных плейлистов, 10 кинотеатров. Последнее поступление. Смотрим. S-Movie. По биографии можно выбирать. И вот таким образом сейчас идет запуск фильма. Звук есть. Пауза работает. Соотношение сторон меняется. Какие нам надо. И так далее. Громкость вправо-влево. Джойстик. Перемотка на 2 минуты. Джойстик вверх. И на 30 секунд на клавишу перемотка на пульте. На 2 минуты. Вот я промотал. Хорошо все работает. Перемотка полностью работает. Все прекрасно воспроизводится. И вот тут также есть фильмы. Какие-то фильмы распределены без категорий. Просто вот 666 фильмов. Ну тут просто искать не переискать. В принципе отсюда только можно добавить фильм в избранное. И все. Ну пока вот так. Ну и тем не менее. Так давайте я пока не буду дожидаться загрузки. Выхожу. Выхожу. Раздел Россия. Все идентично. Раздел Беларусь. Online TV. Только для жителей Беларуси. Online TV. Вот есть русские каналы для всех предназначенных. Которые разбиты вот тоже по категориям Full HD. И вот тут большое количество также этих всех каналов. Вот я нажал на любой из них. И давайте попробую запустить первый российский канал. в HD качестве. И вот прекрасно все воспроизводится. Действительно в HD качестве. Качество отличное. Также и Discovery есть. И большое количество каналов. Ну что можно сказать. Большое спасибо разработчикам за предоставленную такую бесплатную возможность для нас, для всех. И вы видите, что тут 11 и так далее. Тут большое количество разных Full HD каналов. То есть ищите, и добавляйте в избранное. Можно прямо отсюда. Например, если я добавлю первый канал в избранное, нажав на этом кнопку B зеленую, выберу IPTV каналы. Мне показывает, что добавлен канал в избранное. А если я полностью выйду отсюда и нажимаю на кнопку C открыть избранное и выбираю IPTV каналы, у меня уже полностью открылся раздел IPTV каналы и где занесен мой канал. Вот так можете себе сделать сортировку такую, добавить самые лучшие онлайн каналы в избранное. И потом тут тоже очень удобно разбито по категориям фильмы, сериалы, основное IPTV. И потом открывать и уже больше в последующем не искать где находится тот или другой канал. Ну вот такой виджет новая его версия, новое оформление работает отлично. В то время как вот предыдущий его вот в таком исполнении у нас был и то же самое то же самые разделы. Тем не менее тут тоже есть что поискать. Вот есть IPTV каналы Украина. Меня часто спрашивают где их можно найти. Вот пожалуйста 180 каналов я не знаю повторяются тут они или нет но найти можно вот в подобных виджетах. Ну и так далее. В общем просматривайте сортируйте самое лучшее и те которые работают естественно будут находиться те которые не работают также добавляйте к себе в избранное чтобы все время не искать. И давайте покажу самый первый виджет который у меня последнее время вообще не работал от этих сторонних разработчиков Elmod View вот обратите внимание такое долгое соединение которое ни к чему не приводит вот всем советую все три ссылки на скачивание этих виджетов будет в описании под этим видеороликом чтобы вам удобно было вдруг на вашей модели телевизора все будет нормально и так вот так выглядит новый виджет и вот так прекрасно он уже и запускается и все как говорится плейлисты с него идут и работают отлично на этом буду заканчивать всем большое спасибо за внимание надеюсь мои видеоролики вам всем пригодятся и вы свой телевизор увидите совсем с другой стороны с помощью вот этих виджетов с вами был Дмитрий Николаев кому нравятся мои все вот такие обзоры не забывайте нажимать на кнопку класс нравится не забывайте подписываться на мой канал всего вам всем хорошего до скорых встреч спасибо что досмотрели это видео до конца подписаться на мой канал можно прямо отсюда нажав на вот эту кнопочку подписаться или с главной страницы моего канала как показано вот тут делитесь пожалуйста этим видеороликом в социальных сетях со своими друзьями как также показано вот тут перед вами плейлисты на все мои ролики выбирайте интересующий вас раздел нажимайте на него и вы перейдете к полному списку всех моих видеороликов с вами был Дмитрий Николаев всего всем хорошего до скорых встреч Дмитрий Николаев Дмитрий Николаев Дмитрий Николаев Дмитрий Николаев